В Ноябрьске объявлен 4-й класс пожарной опасности. В связи с этим сотрудники пожарного надзора и Ноябрьского лесничества усилили контроль за местами отдыха горожан. Так в субботу проверяющие обследовали городской пляж у озера Светлое. Ксения Епишева продолжит. Суббота. Озеро Светлое. Горожане греются под жарким солнышком. Детишки резвятся в озере, мужчины увлечены жаркой шашлыков. Вроде бы привычный пейзаж выходного дня. Однако в этот раз отдых окружающих под присмотром людей в форме. Это патруль по выявлению и нарушению правил пожарной безопасности. И вот мы вам просто буклетик дадим, чтобы вы соблюдали правила пожарной безопасности. В лесах не разводили костры и тем более не поджигали лес. Это да. Комиссия в составе сотрудников пожарного надзора и работников местного лесничества здесь неспроста. В Ноябрьске объявлен 4-й, предпоследний класс пожарной опасности. А значит теперь отдыхающих будут контролировать. Гражданам в очередной раз напоминаю, что надо вести себя правильно. Не нарушать правила пожарной безопасности в лесах. То есть не разводить костры, не бросать непотушенные окурки, непотушенные спички. Не бросать мусор, потому что брошенная бутылка, она в определенный момент может сфокусироваться на солнечной энергии и от нее может также произойти пожар. Пока на территории Ноябрьского лесничества, а это добрых 4 миллиона гектаров леса, ситуация под контролем. Все лесные пожары локализованы. В выходные спасатели справились с одним из самых серьезных очагов, который бушевал в 35 километрах от микрорайона Венгопоровский. Тем не менее ситуация в округе накаляется. И сейчас решается вопрос о введении на территории Пуровского района особого противопожарного режима. И если решение это будет принято, то о шашлычках на берегу придется забыть. Тем же, кто будет пренебрегать запретами, выпишут немалый штраф. Существенные такие санкции. А если есть ущерб и это будет доказано, то там административная ответственность до миллиона рублей. Ну естественно, если погибло хоть одно дерево, сразу автоматически уголовное дело открывается. И в отношении, если будет доказано, кто непосредственно виновник этого, то будет уголовная ответственность. По статье 261 Уголовного кодекса Российской Федерации. Добавлю, в этом сезоне, в том числе и в ходе проверки, нарушителей пока не обнаружено. В прошлом же году таковых было 8 человек. За нарушение установленных в горячий сезон лесных пожаров правил, они были оштрафованы каждый на 3000 рублей. Ксения Епшева, Анатолий Присич. Новости нашего города. Продолжение следует...